сейчас заехали волк заехали волк потому что этот салфетки нужно было антибактериальные потом ватные палочки эти такое всякое расходники короче все заканчивалось мы взяли там кое-что еще малину взяли этих пробиваем есть практически всегда смотрю сколько items в этом близкнул в чеке и сколько фактически items это как сколько какой там спереди наличие товара сколько наименований сколько наименований сколько всего взяли в итоге считаю у нас куплено 18 то есть у нас в пакетах уже 18 предметов а на чеке отображается 17 что-то не пробили что-то не провелось хотя вроде все пикало не провелось и все я подозвала парня который там работает я говорю у нас говорю в чеке 17 а фактически у нас 18 еще так медленно перед себе вот он такой а он знаете такие глаза из под маски вытаращивает на нас вытаращивает он такой то есть вы пробили 18 ой вернее вы про 18 а вы говорит имейте 18 то есть больше чем пробили я грудь да и вот такой на рассмотрит хорошо же идите мы такие в смысле мало того что мало того что мы и так уже да это самое ну как бы совесть не позволяет так еще ну в этих волмартах раньше я уж давно давно не было волмарт если честно вот раньше там то шампунь то мыло покупала сейчас все на атоме как-то вообще уже забыла дорогу к этому а этих ушных палочек у нас было на ядерную зиму сейчас уже так шутить не короче этих ушных палочек было очень много не знаю насколько ну на год точно и вот они вдруг закончились неожиданно как всегда бывает да и мы поехали волмарт я вот там давно не было а раньше я точно знаю что стояли на входе проверяли сейчас на входе тоже стоят на мы мы когда выходили но они таки все всего хорошего они видимо может выборочно еще проверяет но меня удивил сотрудник этого магазина и он такой смотрит так less он или more я говорю мы пробили less меньше а я не могу не унимаюсь я смотрю я одно три небольших вот этих вот я пакет этих коробочки малины купила три каждому по одной и получается что я смог одну пробила сама первую а две потом с корзина вытащила потом то есть они мне вот я вижу две и забыла что первую это вот она в самом начале я вижу две раз разбились ягу наверно малину и в итоге кладу он такой кач погачал головой пошел типа пробили меньше идите а я вот ну мы не можем вот представьте это обмануть себе дороже но но и совесть не позволяет зачем нам чужое а он идите да идите вот сотрудника магазина на наняли да типа ху кэрс кому какая разница идите пробили меньше идите главное чтоб не больше а то получается если больше вы теряете денег а то что магазин ну я не знаю ну как вот так то я помню просто на всю жизнь запомнила урок еще даже но я не была еще даже свидетелем иеговы и помню мама вот тоже так поступила когда-то мы с сестрой этот все удивлялись молодые были мал маленькие неопытные учились на каких-то этих там примерах еще только и вот мама принесла на два яйца больше и положили на два яйца больше а тогда не было магазинов и допом на машинах не ездил нужно было целый квартал идти целый квартал и тогда были магазинчики как и помню вот на первом на первых этажах в доме на первом этаже типа из квартиры из некоторых квартир делали вот магазинчик и далековато довольно таки через весь квартал наискосок нужно будет и она идет после работы с этими сумками пришла уставши но видно уже устала такая посчитала я яиц на два больше пошла я пойду город отнесу мы такие я прям помню это грудь зачем ну кому и дело до этих двух яиц никто не обеднеет на год не мое не не возьму зачем и пошла и поплелась два яйца относить тогда это казалось ну смех ну а я когда еще по моему ну когда работала в торговле если там тут недостача тут передала в итоге из-за ты невнимателен к вечеру вот эта недостача она выливается довольно таки в нормальную сумму знаете ты не так много зарабатываешь чтоб потом еще за это расплачиваться за эти все вот эти погрешности и ошибки не на все это делится на в основном ну когда там ну короче и когда я одна работала это все я сама должна была покрывать если я например я очень недолго поработала в продуктовом магазине я оттуда бежала сверкая это пятками вот и там делится на всех как бы все недостачу разделили на всех вроде получаешь эти копейки в итоге тебя еще снимают ну короче не не больно то магазин как бы этот я не знаю как здесь наверное все это на магазин вешается все эти потери но факт не в этом даже речь то не об этом а речь о том что можешь ты с этим взять ты знаешь что ты взял чужой и пойти это самое в итоге я беру оставлю а я сказал уже беру эту мне по просто показалось что это именно разбой то есть вот малину мы не пробили потом вышли уже из магазина эти женщины на входе на выходе нас не проверили мы идем я потом я говорю виталик совесть не позволять не могу не выкладывая пока эти вещи смотрим это пробили это пробили это пробыли то третью разборез нашли пробили его ну что ж такое папа и нашли папа и так мне захотелось папа я прямо сейчас про нее говорю прямо не могу видимо что-то хочется организму и папа и не пробили и примерно она такая ну как бы на повесу и во всему она примерно так же как разборез выходит и мы только из-за этого не стали уже там представьте это вызывать этого все примерно мы как бы мы малину оставили все наша совесть спокойно вот а то ведь нас работник магазина выгонял так да идите уже идите ну и не добили и не добили ничего страшного не обеднеет типа магазин но хозяин то не он чем-то он стоит возле кассы просто смотрят за порядком и вот просто мышление людей тут идите там своруйте там не дали не додайте там не верните не знаю не знаю не хотелось бы чтобы в этой стране тоже на как вот там нас здесь там ты считаешь что тебе зарплату не доплачиваешь нужно брать этими какими-то деталями там это все витала вот в тольятти когда мы жили все там тащили этот волжский автомобильный завод какие только деталями не растаскивали а порой даже машинами вывозили поэтому как-то ну не знаю какое-то разворовывание получается правда разворовывание даже мне кажется если вы все были честными в мире вот как будет в новом мире если бы все честно поступали жизнь намного лучше да было бы честно это хотелось сказать что не про то что какие мы хорошие праведные а про то что как работник магазин и чё он не мог поверить он думал что мы наоборот больше пробили чем у нас есть на самом деле и хотел нам вернуть разницу а оказалось что и он не поверил несколько раз переспросил он не поверил что мы пробив меньше хотим вернуть что-то или про или до пробить доплатить доплатить то есть да правильно сказать пробить и заплатить за эту вещь которую не пример я знаете что в связи с этим хотела рассказать вспомнилось у меня вот этот тоже посттравматический синдром стресс когда в россии помню это было метро магазин метро я там была от силы раза два вот и в один из этих разов причем не я что-то покупать пришла но я покупала у меня было до этого ежедневник ну как выяснилось короче потом ладно не в этом суть в общем я с кем-то было мы выходим через это я до сих пор вот этого боюсь когда начинает сигналить вот эти вот двери стеклянные это проходишь через вот этот детектор который звенит вот и поэтому я у меня уже после этого страх он там зазвенел я опешила ко мне подбежали такие эти охранники все это на людях чуть ли не заломали мне руки ну прям под под руки знаете прямо так схватили за руку и ведут как будто я страшный просто щас включится свет вот как будто я страшный вообще нарушитель воров на страшное меня вот так вот уже заведомо как будто я преступница завели в как все таки смотрят знаете с таким этим кто-то в этим как действительно с презрением кто-то с не понимаем что происходит меня повели а я то вообще не понимаешь ничего плохого то не сделала все у меня этот как вот каждый раз такой вот этот стресс каждый раз отнимает мне кажется годы жизни какие-то и я что такое почему сама не понимаю куда вы меня ведете не брали в какую-то комнату вытряхивать и вот отношения сразу такой там никто не церемонится с тобой что ласково извините мы хотим просто проверить сумку вытряхивая вытряхиваю все ничего не проверили облеск обыскали хорошо завели меня я не помню по моему мне там сказали раздеться пришла хорошо что вызвали женщину досматривать меня мужики все вышли меня вот так все этим это самое ничего не пищит возле сумки не пищит потому что я все вы выложил потом вот эти вещи которые за там игрушка для джика если вещи которые было вывалили на стол над ними так провела пищит начали проверять что я там в сумку положила что из этих вещей я буду это все моего что вы делаете меня все я я красная как рак я заведомо я дайте когда гаеста были останавливает там гибдд там да сейчас ты заведомо не прав ты и трясешься что-то сделал что-то не так хотя ты ничего плохого не делаешь ты все время чувствуешь себя виноватым и там тоже я говорю я ничего не брала я не ворую никогда ник в жизни ничего чужого не взяла на всю жизнь запомнила нет взяла это было мы учились тогда в технику ну тут в педе и девчонками это самостоялись так пить охота было что было то ли жара то ли жажда страшная а эти студенты вечно голодные короче там мало того что этот и стояли мы ждали пока а тогда наливали стакан из этих наливали стаканчики можно было попить стояли ждали там 15-20 минут у нас уже же пара сейчас начнется и мы взяли там вот столько в бутылке были вот так сюда прилавок не я даже по моему да и мы взяли это выпили так это сколько 40 лет ну не 40 нет 30 лет да где-то 30 лет прошло и я до сих пор это помню как я взяла вот это вот остатки в бутылке и выпила меня совесть даже тогда ну даже не будучи свидетелем иеговы я не могла взять чужую но тогда когда я была в метро я уже была свидетелем иегов это было в ярославле и я представьте меня вот так вот заломали забыскивают что из этих вещей горна посмотрите вот посмотрите это все мои юзан ну как сейчас говорю по вещи которыми я пользуюсь один отложили второй вот над этим над ежедневником а он уже исписан весь мы тогда ежедневниками пользовались договаривались в служении писали ну короче свои пометки тому когда с кем где мы встретиться куда к врачу не только там служение там все в ежедневнике мы вели я всегда и видно что там записи уже сколько это в разными ручками и потом на задней этой странице и нигде я никогда не перекрыл именно в метро вот такой казус произошел и они нашли вот эту вот у как лента такая которая приклеена которая не отклеена была но никогда я говорю уже там по моему год заканчивался все исписанное что магазинам то хожу нигде не срабатывала а здесь сработало и меня под белые рученьки короче знаете и бы и меня заломав руки повели преступницу и в итоге по-моему женщина только я не помню много лет прошло она по моему только ну так не хотя но извините и все эти мужики как ушли так и все и не этот не простите не это самое ужас я вот это испытала теперь говорю вообще мне ну я так и так говорю не брала чужое а уж чтобы испытать такой стыд с рамы за какую-то из-за пачечки малины из это быть таким мелочным я лучше оставлю возьмите заберите чем я буду позориться и мне чужого не надо быть настолько мелочным чтобы радоваться что ты взял такую коробочку малины дано тебе счастья то не принесет что ты там нагрел магазин на целую коробочку малины надо не то чтобы быть ну как бы не надо быть таким мелочным мне кажется нужно все таки этот ладенько все я приехали мы пока пока надо выспаться завтра экзамен